Здравствуйте дорогие рукодельницы, гости и подписчики канала меня зовут елена я рада что вы зашли на мой канал мир рукоделия и творчество надеюсь вам здесь понравится и вы найдете для себя много полезной и интересной информации на канале мир рукоделия и творчества несколько раз в неделю выходит видео на тему мастер-классы по вязанию обучающие уроки вязания крючком и спицами обзоры пряжи распаковка ваших заказов с пряжей и другая полезная информация подписывайтесь на канал мир рукоделия и творчества включайте колокольчик чтобы не пропустить выход новых серий мастер-классов на моем канале сегодня я предлагаю к вашему вниманию подробный мастер-класс по вязанию узора крючком узор из мастер-класса очень универсальный спектр и область применения данного узора разнообразный данным узора из видео урока вы сможете связать предметы для создания уюта и комфорта вашем доме красивые предметы для украшения интерьера такие как квартиры дома жилых и нежилых помещений узор из видео урока идеален для вязания скатерти пледа покрывала коврика накидки пряжу для вязания узора можно использовать однотонную многоцветную секционного и меланжевого окрашивания вязаный крючком коврики покрывала пледы скатерти невероятно красивые украшения домашнего интерьера которое легко сотворить своими руками удивительно но такие хендмейт изделия идеально вписываются как в классический дизайн комнат так и в хай-тек стилистику от ярких вязаных предметов интерьера в доме будут восторги дети связанные предметы интерьера накидка покрывала плед на кресла и диваны и кровать узором из видео мастер-класса превратит старенькую мебель в ультра современный дизайнерский шик опытной вязанщицы всегда под рукой пряжа и крючок а в голове масса идей как сделать дом уютные уютнее и красивее ну и начинающим рукодельницам несложно будет создать такие вещи которые согреют холодной зимой впустят в комнату лето и поднимут настроение вязание в интерьере еще один способ выделить индивидуальность вашего дома состав пряжи и метраж для вязания данного узора может быть любым акрил хлопок шерсть полушерсть хлопок с акрилом микрофибра и другой состав размер крючка зависит от толщины и метража пряжи и подбирается индивидуально по типу пряжи узор из мастер-класса можно вязать из остатков пряжи это отличная идея для использования остатков пряжи для создания вязания вещей для предметов интерьера на канале мир рукоделий творчества есть видео урок мастер-класс по вязанию салфетки под горячее мастер-класс вы можете посмотреть пройдя по ссылке в подсказках и в описании под видео в инфобоксе мастер-классе я наглядно показываю и рассказываю как связать подставку под горячее из вот таких вот остаточков пряжи проходите по ссылка и вяжите необычные вещи созданные своими руками у меня за время вязания накопилось очень многом остатков пряжи сейчас я вам хочу показать каким образом я буду их использовать узор я буду вязать из пряжи такой вот узор из пряжи кружевная торговая марка пехорка страна производства пряжи россия состав пряжи стопроцентный акрил метраж пряжи 50 грамм 280 метров крючок для вязания номер два кловер страна производства япония для вязания узора я буду использовать четыре цвета пряжи кружевная цвет 80 это канарейка цвет 189 ярко-оранжевый цвет 483 незрелый лимон цвет 223 светлая бирюза цвета буду чередовать между собой вязать узор я буду вот по этой схеме схема узора прикреплена в конце видео приступаем к вязанию легких нам петелек приступаю к вязанию 0 ряда набираю цепочку из 6 воздушных петелек 1 петелька я ее затягиваю 2 3 4 5 6 соединяю последнюю петельку с 1 образовалась кольцо и в это кольцо я вяжу 10 столбиков с одним накидом при этом 3 петельки подъема засчитываются за первый столбик с одним накидом набирают цепочку из 3 воздушных петелек 1 2 3 я связала первый столбик с одним накидом далее по кругу вот этой цепочки то есть в центр я провязываю 10 столбиков с одним накидом 1 2 провязала 34 5 6 7 8 9 10 последний столбик соединяю с первым и крючок я ввожу в третью петельку подъема 1 2 3 замыкаем круг второй ряд вяжется из пышных не пышных столбиков а столбиков с одним накидом с общим с общей вершины 3 воздушных петельки подъема и вершину каждого столбика с одним накидом 1 ряда я провязываю по одному то есть алименту который состоит из двух столбиков с одним накидом с общей вершиной каким образом я буду вязать и сейчас вам покажу то есть три воздушных петельки и в третью петельку подъема первого ряда я провязываю еще один столбик с одним накидом 2 воздушных петельки 1 2 во второй столбик с одним накидом это когда у меня на крючке 2 петельки в это же основание вершину второго столбика с одним накидом 1 ряда провязываю еще один незавершенный столбик с одним накидом на крючке 3 петельки и при помощи рабочей нити я эти три петельки соединяю в одну две воздушных петельки следующий столбик с одним накидом 2 1 ряда я провязываю третий элемент который состоит из двух незавершённых столбиков с одним накидом то есть первый незавершенный столбик с одним накидом 2 незавершенный столбик с одним накидом вот эти три петельки я соединяю вместе в одну 2 воздушных петельки в вершину четвертого столбика с одним накидом 1 ряда я провязываю один незавершенный столбик с одним накидом и в это же основание я провязываю второй незавершенный столбик с одним накидом на крючке 3 петельки я их соединяю в одну две воздушных петельки и далее вяжем таким способом который я вам объяснила то есть в каждую вершину столбика с одним накидом первого ряда провязываем по два незавершенных столбика с одним накидом ну них об этих двух столбиков с одним накидом общая вершина на 2 столбика одна вершина и одно основание должно получиться 10 столбиков здесь 10 элементов по получаются 20 столбиков с одним накидом либо 10 элементов таких по 2 столбика с одним накидом которые провязываются вместе раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять связали и соединяю я вот вторую пей воздушную петельку с третьей петелькой подъема закончил вязать второй ряд вот такой у меня круг получился приступал к вязанию третьего ряда для этого я перехожу соединительным полустолбиком таким образом я ввожу крючок вершину столбика с одним накидом 2 ряда и протягивая рабочую нить через петельку я в это же время сразу же и и провожу через вот эту петельку далее в первую воздушную петельку я прокалываю крючок захватываю рабочую нить и вижу второй полустолбик 2 соединительный полустолбик вот таким способом все перешли к началу вязания третьего ряда 3 воздушных петельки и в арочку из цепочки где было связано 2 воздушных петельки я провязываю 4 столбика с одним накидом то есть три вот этих петельки подъема не засчитываются как за первый столбик с одним накидом далее в цепочку из 2 воздушных петелек я провязываю еще три столбика с одним накидом получается у меня первый столбик 2 3 и 4 1 воздушная петелька и между вот этими элементами под которые стоят из двух столбиков с одним накидом с общей вершины в цепочку из 2 воздушных петелек я провязываю 4 столбика с одним накидом раз-два-три-четыре 1 воздушная петелька и опять же между сдвоенными столбиками в арку из цепочки состоящую из двух воздушных петель и я провязываю 4 столбика с одним накидом 1 столбик 2 3 4 1 воздушная петелька и опять же между элементами в промежуток где связано 2 воздушных петельки провязываю 4 столбика с одним накидом 1 столбик 2 3 4 и так далее вяжем до конца ряда у нас будет третий ряд по счету данный узор может быть одноцветным и либо многоцветным если вы хотите то можете на в любом ряду поменять цвет пряжи либо связать изделие однотонным как вам больше нравится то есть парочку из цепочки состоящую из одной воздушной петель до из двух воздушных петелек 2 ряда провязываем по 4 столбика с одним накидом так между вот этими элементами по одной воздушной петельки то есть 4 столбика с одним накидом 1 воздушная петелька и опять же 4 столбика с одним накидом замыкаю я ряд то есть я соединяю провязала одну воздушную петельку и соединяю ее с 3 петелькой подъема все получился такой у нас круг как я хочу поменять цвет пряжи присоединю вот такой цвет оранжевый и и буду вязать четвертый ряд так ниточка расслаивается немножко это не скрученная не крученая пряжа она стоит из нескольких нитей так вот смотрите завязываю я таким образом узелок сразу вам покажу каким образом я перехожу от одного цвета в другой то есть нить язык узелок завязываем понадежнее закрепляю затягиваю все присоединила нить и сейчас я буду вязать нитью другого цвета оранжевого так по счету будет четвертый ряд сейчас мы с при помощи соединительной петельки переходим между промежуток между двумя первыми столбиками с одним накидом то есть я провязываю 1 соединительный столбик и между вот первыми вторым столбиком то есть 1 2 пропускаю и между третьими четвертым вот в этой петельки я буду начинать вязание четвертого ряда набираю цепочку из 3 воздушных петель подъема 1 2 3 и между вторым и третьим столбиком я провязываю столбик с одним накидом 3 петельки подъема засчитываются как за первый столбик с одним накидом провязала я два столбика с одним накидом 2 воздушных петельки и в это же основание между вторым и третьим столбиком с одним накидом 3 ряда я вяжу в это же основание еще два столбика с одним накидом далее между четырьмя столбиками с одним накидом там где была связана одна воздушная петелька в третьем ряду я провязываю один столбик без накида между вот этими элементами из 4 столбиков с одним накидом вяжем столбики без накидов вот здесь вот между этими элементами так теперь накид и между вторым и третьим столбиком с одним накидом 3 ряда я провязываю первый столбик с одним накидом второй столбик с одним накидом 2 воздушных петельки и в это же основание между вторым и третьим столбиком с одним накидом провязываю еще два столбика с одним накидом получается 3 4 столбик с 1 накидом вот такой веерочек у меня связался из четырех столбиков с одним накидом парочку из цепочки состоящий из вас 1 воздушной петельки я провязываю 1 столбик без накида между вот этими элементами провязываю столбик без накида далее между вторым и третьим столбиком с одним накидом вяжем первых два столбика с одним накидом 1 2 2 воздушных петельки и в это же основание провязываем 3 и 4 столбик с одним накидом получилась вот такая ракушечка парочку из цепочки из одной воздушной петельки провязываю 1 столбик без накида промежуток между вторым и третьим столбиком с одним накидом провязываем 2 столбика с одним накидом 2 воздушных петельки и в это же основание провязываю еще два столбика с одним накидом 3 и 4 парочку цепочки между вот этими двумя элементами провязываю один столбик без накидом между вторым и третьим столбиком с одним накидом вяжу веирок из первых двух столбиков с одним накидом 2 воздушные петельки и в это же основание провязываю еще два столбика с одним накидом 3 и 4 столбик без накида в одну воздушную петельку между вторым и третьим столбиком с одним накидом 3 ряда провязываю в первых два столбика с 1 накидом 2 воздушных петельки и в это же основание провязываю третий и четвертый столбик с одним накидом в арочку из цепочки с из одной воздушной петельки провязываю столбик без накида между вторым вторым и третьим столбиком провязываю два столбика с одним накидом 2 воздушных петельки и в это же основание провязываю третий и четвертый столбик с одним накидом вот таким способом вяжу до конца четвертого ряда столбик без накида первых два столбика с одним накидом 2 воздушных петельки в это же основание еще столбик без накида и веерок первых два столбика с одним накидом 2 воздушных петельки и в это же основание еще два столбика с одним накидом столбик без накида и соединяем столбик без накида с 3 петелька подъема этим же цветом я буду вязать пятый ряд так теперь мы опять же переходим в начало вязания пятого ряда соединительным полустолбиком то есть вот смотрите я ввожу в крючок вершину столбика с одним накидом 4 ряда захватываю нить и соединяюсь с первой петелькой теперь в первую воздушную петельку цепочки я опять же ввожу крючок захвату нить и и провожу через петельку на крючке вот таким способом я поднялась к началу вязания 5 ряда 3 петельки подъема и в арку цепочки из двух воздушных петелек то есть это между первыми двумя столбиками с одним накидом между получается вторым и третьим столбиком с провязываю еще два столбика с одним накидом получается у меня три столбика с одним накидом 2 воздушных петельки и в эту же арочку цепочки я провязываю еще три столбика с одним накидом получается у меня связано 6 столбиков с одним накидом то есть первых три столбика с одним накидом 2 воздушных петельки и еще три столбика с одним накидом далее в арочку цепочки в вершину я провязываю три столбика с одним накидом 1 2 3 2 воздушных петельки и в эту же арочку провязываю еще три столбика с одним накидом 1 2 3 получается 6 столбиков с одним накидом 3 первых столбика с одним накидом 2 воздушных петель в арочку цепочки провязываем 3 столбика с одним накидом 2 воздушных петельки и в это же основание еще 3 столбика с одним накидом 3 столбика с одним накидом 3 столбика с одним накидом 2 воздушных петельки и в это же основание провязываю еще три столбика с одним накидом в арочку цепочки провязываю первых три столбика с одним накидом 2 воздушных петельки и 3 столбика с одним накидом далее я продолжу вязание за кадром я поменяла цвет пряжи цвет пряжи незревый лимон и вяжу 6 ряд 1 2 3 4 5 6 раз ряд сейчас будет по счету я хочу показать каким образом делаются расширение клиньев расширение вот этого узора переходим в начало вязания то есть я провязываю один соединительный столбик полустолбик в вершину второго столбика с одним накидом 6 ряд начинаем вязать с вершины 2 столбика с одним накидом 3 петельки подъема раз два три вершину 3 столбика с одним накидом то есть первых два пропустили вершину 3 я провязываю второй столбик с одним накидом 3 воздушных петельки подъема они засчитываются за первый столбик с одним накидом парочку из цепочки состоящую из двух воздушных петельки провязываю 2 столбика с одним накидом 2 воздушных петельки и в это же основание провязываю еще два столбика с одним накидом если считать от начала то есть 1 2 3 4 5 6 то 4 столбик с одним накидом вершину я провязываю 1 столбик с одним накидом вершину 5 столбика с одним накидом 5 ряда провязываю 1 столбик с одним накидом получается у нас связалась первых 4 столбика с одним накидом 2 воздушных петельки и вторая партия столбиков с одним накидом то есть во второй партии тоже 4 столбика с одним накидом и того восемь столбиков с одним накидом далее ввязываем второй элемент вершину 2 столбика с одним накидом 1 столбик я пропускаю и вершину 2 столбика провязываю первый столбик с одним накидом вершину 3 столбика с одним накидом провязываю второй столбик с одним накидом в арочку из цепочки из воздушных петелек провязываю еще два столбика с одним накидом получилось 4 столбика с одним накидом 2 воздушных петельки в арочку из цепочки из двух воздушных петелек 5 ряда провязываю 5 столбик с одним накидом в эту же арочку провязываю 6 столбик с одним накидом вершину 4 столбика с одним накидом провязываю столбик с одним накидом не получается это 7 столбик с одним накидом и в следующий столбик я провязываю 8 столбик с одним накидом то есть вершину пятого столбика провязываю 1 столбик с 1 накидом 6 столбик 5 ряда оставляем без внимания то есть здесь мы не вяжем столбик переходим к третьему элементу первый элемент 2 провязываем третий элемент пропускаем первый столбик с одним накидом и в вершину второго столбика с одним накидом вяжу первый столбик с одним накидом вершину 3 столбика с одним накидом 5 ряда провязываю второй столбик с одним накидом в арочку из цепочки из воздушных петелек провязываю 2 столбика с одним накидом 3 и 4 2 воздушных петельки в арочку из цепочки из двух воздушных петель провязываю 5 столбик с одним накидом и в это же основание в арочку провязываю 6 столбик с одним накидом следующую вершину и я провязываю 7 столбик с одним накидом это то есть вершина 4 столбика с 1 накидом 5 ряда вершину 5 столбика с одним накидом 5 ряда провязываю 8 столбик с одним накидом пропускаю я четвертый столбик то здесь получается 6 столбик и первый столбик и вот во второй столбик следующего элемента провязываю 1 столбик с одним накидом 2 столбик с одним накидом в арочку с цепочки провязываю 3 и 4 столбик с одним накидом 2 воздушных петельки в эту же арочку провязываю 5 и 6 столбик с одним накидом вершину 4 и 5 столбика с одним накидом 5 ряда провязываю в каждую вершину по одному столбику с одним накидом вот всего провязала 8 столбиков с одним накидом то есть элемент состоит из 8 столбиков с одним накидом вяжем до конца ряда довязала я шестой ряд до конца и соединяю последний столбик 8 соединительным столбиком полустолбиком с третьей петелькой подъема поднимаемся к началу вязания 7 ряда то есть я провязываю в то вершину второго столбика с одним накидом 1 полустолбик без накида вот таким образом сделать уже связал давайте еще раз покажу прокалываю крючок затягиваю нить и и протягиваю через петельку на крючке 3 воздушных петельки подъема их мы засчитываем за первый столбик с одним накидом вершину уже третьего столбика с одним накидом 6 ряда провязываю второй столбик с одним накидом вершину четвертого столбика с одним накидом 6 ряда провязываю третий столбик с одним накидом парочку из цепочки из двух воздушных петелек провязываю два столбика с одним накидом 4 и и 5 2 воздушных петельки в эту же вершину арки из цепочки из 2 воздушных петель провязываю 6 и 7 столбик с одним накидом вершину 5 столбика с одним накидом 6 ряда провязываю 8 столбик с одним накидом вершину 6 столбика с одним накидом 6 ряда провязываю 9 столбик с одним накидом вершину 7 столбика с одним накидом 6 ряда провязываю 10 столбик с одним накидом получается мне такой элемент состоящий из пяти первых пяти столбиков с одним накидом 2 воздушных петельки и 2 то есть получается еще пять столбиков с одним накидом общее количество столбиков в элементе 10 сейчас я вам покажу принцип расширения клина то есть в каждом последующем ряду вы пропускаете по одному крайнему столбику с начала и с конца в эти крайние столбики вы не вяжете ничего то есть их оставляйте без внимания начало вязания элемента начинается со второго столбика с одним накидом и заканчивается предпоследним столбиком с одним накидом парочку из цепочки вы всегда провязываете два столбика с одним накидом 2 воздушных петельки и еще два столбика с одним накидом каждый ряд расширяется на два столбика с одним накидом то есть если здесь вот у меня связано 3 потом идет 4 следующий ряд 5 8 ряд у меня будет здесь 6 до 6 12 9 ряд 7 плюс 7 14 столбиков то есть каждый ряд каждый элемент прибавляется расширяется за счет двух столбиков с одним накидом в элементе если у вас здесь связано раз два три 4 5 6 7 8 9 10 то 10 элементов умножаем на 2 каждый ряд расширяется на 20 столбиков с одним накидом таким образом идет расширение вот этих клиньев узора в каждом ряду прибавляется 20 столбиков с одним накидом так давайте я еще раз покажу каким образом провязать расширение клина вершину второго столбика я провязываю первый столбик с одним накидом вершину второго столбика то есть 3 столбика с одним накидом провязываю второй столбик с одним накидом вершину 4 столбика с одним накидом провязываю третий столбик с одним накидом парочку из цепочки я вяжу 2 столбика с одним накидом и получаются 4 5 2 воздушных петельки в эту же арочку я вижу 6 и 7 столбик с одним накидом 5 столбик и вершину 5 столбика с одним накидом предыдущего ряда и провязываю получается так раз три четыре пять шесть семь восемь девятый столбик с одним накидом и десятый столбик я вижу вершину предпоследнего столбика с одним накидом в седьмую все вершину седьмого столбиками провязываю последний столбик с одним накидом 10 второй столбик с одним накидом в седьмую долю так вот получается давайте еще раз и провяжу я без комментариев медленный вы посмотрите я показываю специально для начинающих вязальщиц которые только учатся вязать медленно и чтобы вам было хорошо видно опытные вязальщицы и виртуозы могут просто воспользоваться схемой вязания которую я всегда прикладываю в конец видео истина конечно есть надеюсь я понятно объяснила каким образом делать прибавки но принцип здесь несложный вы поймете давайте еще раз то есть первый столбик пропускаем в каждый столбик с одним накидом предыдущего ряда провязываем по одному столбику с одним накидом в арочку из цепочки вяжем 2 столбика с одним накидом 2 воздушных петельки и в эту же арочку из цепочки провязываю еще два столбика с одним накидом карфка вершину каждого столбика с одним накидом вяжем по одному столбику с одним накидом а в последний столбик с одним накидом предыдущего ряда его не провязываем оставляем без занимания то есть вот только до вяжем до предпоследнего столбика последний мы не затрагиваем вязание 1 не берется в расчет и последний то есть в первые и последние столбики мы не провязываем они остаются свободные связала и такой вот образец так выглядит лицевая сторона образца таким образом изнаночные и зала я из четырех использовал при вязании 4 цвета пряжи пряжа кружевная торговая марка пехорка стопроцентный акрил метраж 2 280 метров 50 граммах крючок номер два высота узора у меня составила 9 рядов и 10 сантиметров данным узора можно связать предметы интерьера с катерсти коврики покрываем накидки из остатков пряжи либо если у вас нет остатка вы можете прикупить пряжу секционного меланжевого однотонного окрашивания связать вот такую такие красивые вещи уникальные и неповторимые надеюсь мастер-класс вам понравился видео урок был понятен и доступен каждый вязальщицы в том числе и начинающий рукодельницы который только-только осваиваю технику вязания крючком с вами была елена всем пока пока до новых встреч на новых мастер-классах и 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